Всем привет, вы на канале Вульфи Нитрич. Разбираем обновление в Black Desert Online от 22 февраля. Я только сегодня доперла, что такое 229. В BDM вчера ломали, голову ломали, а это же оказывается, у них же дата пишется обратно, 2024-229. И вот 229, это вот 229 получается. Вот такое загадочное число, типа день высокосного года, день, который бывает раз в 4 дня, ой, раз в 4 года, там вот это вся. История. Так, что нам нужно знать? Обновление в Black Desert Plus. Там что-то сделали, нам не пишут, что они делают, поэтому, как говорится, что-то изменили, обновитесь и работайте дальше. Захватывающие приключения вместе с агильдийцами. Снова включили ивент, в котором нужно бить мобов, то есть берешь специальный квест и бьешь мобов. В награду получаешь серебро, дополнительные вот такие слиточки, которые продаешь потом в магазин, или вот этот роскошный сундук с припасами, не помню, короче, какой-то из них добавили бонусом. И прикол в том, что в этот раз эти квесты не привязаны к размеру гильдии. То есть, вот у меня, например, точнее не у меня, а у Нитрича я уже перезашла. Значит, смотри, гильдия. Сейчас, надеюсь, тут будет этот квест. А, фигушки. Ладно. Короче, у меня маленькая гильдия. И я видела как квест на 14 тысяч мобов, так и квест на 6 тысяч мобов. Все. Награда одинаковая, то есть любая гильдия любого размера может, если ей повезет, взять на 20 тысяч мобов и, соответственно, получить 100 лямов в фонд, плюс вот эти вот сундучки, которые меняются потом на серебро. Так что так вот. Задание очень простое. Единственное, что только надо выполнить его. Награды за вход гильдии. Тут тоже все просто. Календарик, заходишь, берешь награды. И, собственно, для вернувшихся, для новичков и просто для всех, кто давно играет. Передача предметов всего за одно топливо Марни. Лично знаю, в чатике сегодня писал человечек, что вчера сделал зеркало. А сегодня сделали зеркало за одно топливо, что очень-очень-очень расстраивает, потому что ты потратил кучу денег. Но, с другой стороны, они нам все равно не скажут, ты мог не знать, а если бы не поставили, то, ну, в общем. Теперь знайте, что топливо до 27 марта за одну бутылочку, и можно попробовать разных героев. Прогулка по Нампо в воспоминаниях об Эйлат. Нам предлагают взять скриншот, да, найти это же место. То есть это скрины, сделанные в Эйлате. Это в локации, которая переделана под страну Утро. В частности, нампо. Задача найти эту же точку и сделать скриншот а-ля было-стало. Вот. Прошлое Эйлат, настоящее Нампо. То есть вот берешь скриншот ГМа, находишь ту же точечку и переделываешь скриншоты. Вот. Этот скриншот, создаешь тему, соответственно, в теме обязательно, вот смотри, апдейт про щайка, что-то, вот, вот смотри, раз. Не знаю, что это такое. Эйлат, крупица востока. Ну, в общем, примеры работ. Я так поняла, это они наскринили, точнее, взяли старые работы этих. Перед тем, как они переделают нам Эйлат в порт в страну Утро, был конкурс скриншотов, наделайте скриншотов. И ты можешь взять, например, оттуда скриншот какой-то и попытаться его повторить. То есть не обязательно брать вот эти вот скриншоты, я так понимаю. В награду. А, обязательно в заголовке указать машина времени. Здесь ссылка для тех, кто играет с лаунчера ПА, здесь кто с фугеймов. Вот. И награда, смотри, напиток страны утра, особняк, рассветный фонарь. Абсолютно все участники. То есть вот такой вот фонарик получишь. И 20 человек получат граммофон мелодия волны Эйлат. Вот. Так что вот так вот. Информация о непроведении Лиги Гильдии. 28 числа в связи с изменениями и проблемами, которые возникли, оказывается, 28 числа Лига Гильдии проводиться не будет. Но уже 29 и дальше каждый день Лига Гильдии будет идти по расписанию. Новинки в магазине. Вот такие вот вкусные 29.02 наборчики в честь високосного года. Разные, да. Пирог Рагдалора. Но продаваться они будут 29 февраля, поэтому я не могу вам показать, например, что такое это пирог Рагдалора. Но, точнее, как оно, да, как оно выглядит. Это пирог, с помощью которого ты можешь улучшить своего скакуна. То есть придать ему дополнительный бонус скорости. И прикол в том, что когда ты, например, коня апнешь, да, на скорость, ускорение, поворот, либо торможение, по-моему, один можно только применить, и потом заюзаешь на этого коня итемку, который ты сбрасываешь развитие, то вот эта штука тоже обновляется. Просто знайте, просто имейте в виду, что так работает. Золотой сундук очарования. Это, по-моему, с костюмами. Вот, совет Валкса, память мастера тут понятный. Энергия рысака, набор сбруи, арзе, келл. Это тоже показать вам, к сожалению, не могу. Ну и обед, свето, опыта, транспорт и так далее. За серебро тоже с завтрашнего дня можно будет купить один раз на аккаунт вот такой вот наборчик. Дальше. За жемчуг нам предлагают карамельные очки, серьги, украшения, снежная заколка. Короче, вот эти карамельные очки нам, по-моему, и серьги выдавали уже столько раз на аккаунт, что заколебались. Но теперь они предлагают это купить за жемчуг. Вот. Ну, собственно, Мэгу, Уса, Нова, вторая годовщина, это универсальная, Новый год, шапка Ар, корона, украшения для волос, кубические серьги черного духа. Это, кстати, то, что нам всем раздали, но больше уже никак не взять. Если кто-то хочет, то может взять, да? Вот. Ну, это все с завтрашнего дня будет только. Потом, из прикольных наборов, 4 комплекта со скидкой в 20%. Прям набор, смотри, за ту же цену, но плюс 15 дней. То есть, грубо говоря, это еще половина вот этого набора, да? Кама, Сильвия, Луна, то же самое. Память мастера тоже, я так понимаю, по цене 100 штук ты получаешь 30 бонусов, по цене 200 еще 125 бонусов. Вот это прикольный набор, горничные 4 плюс 4. То есть, грубо говоря, ты 8 горничных получаешь по цене 4, это скидка 50%. То есть, это максимальная скидка, которую они обычно делают. Бывает, конечно, 1 плюс 1, и тебе просто надо меньше жемчуга отдать. А бывает вот так вот, что 4 плюс 4. И золотой ежик, это для собирателей. Золотой ежик от обычного ежика не отличается ничем, кроме внешности. По поводу ежика, что это за питомец, как он работает и зачем он нужен, есть видос отдельный. Также, если вдруг кому-то нужна помощь с пополнением счета в БДО, ну, допустим, вы живете за пределами РФ и у вас проблемы с проведением платежа, напишите мне в Дискорде, я вам с этим помогу. Также хочу напомнить, если кто-то хочет купить аккаунт и ворваться в игру уже, так сказать, не с нуля, то напишите Нитричу в Дискорде. Он вам, ну, как бы ответит, подскажет там на ваши вопросы все. Или же, если хотите продать аккаунт, тоже пишите, Нитричу. Вот, скидка на категорию расширения до 13 марта, питомцы, инвентарь и вес. Вот такие вот акционные скидочки. Поехали теперь смотреть обзор обновления, в котором, собственно, сегодня у нас основной контент, это Война Рос. По текущим ивентам, по текущим ивентам, знак босса убывающей луны, это ты фармишь мировых боссов, с ним впадает печать, которую ты меняешь потом на дополнительные плюхи. Захватывающее сражение Лиги Гильдии, выполняя задания вместе, ожесточенные сражения, это у нас ивент, касаемый Лиги Гильдии. Ходишь туда, набиваешь количество киллов, просто ходишь там, принимаешь участие, и в конце 6 марта вышлют, точнее не 6, я думаю, что через неделю после 6 марта на следующие профработы вышлют всем награды за эти ивенты. Награды каждый день, специальная подписка, ну, тут, в принципе, все понятно. Особые награды за вход, черная звезда, постоянный, постоянный ивент. Война роз, значит, помимо битвы, можно получить еще и титул, белая роза или титул черная роза. Задание, я так понимаю, простое, основное задание война роз, после завершения которого у черного духа ты его берешь, ты можешь выбрать сторону, за кого ты, за Камасильвию или за Аделиту. И пройдя, ты получаешь титул. То, что я увидела в чатике в игре, дало мне понять, что эти титулы не цветные, то есть это обыкновенный титул. То есть просто обычного цвета, никакого, там, красный, белый, ну, короче, ничего такого нет. Участие в войне роз. Мы с вами разбирали на прошлом обновлении, но давай еще коротко пройдемся, чтобы вдруг кто-то не смотрел, чтобы вас не гнать смотреть второй раз. Значит, участвовать в этой битве в сумме могут 600 человек. 300 человек будут драться за сторону Камасильвии и 300 за сторону Аделиты. 100 человек набираются из гильдии, которая будет лидером Альянса. 200 человек набираются из рандомных людей, абсолютно любых-любых-любых, у которых минимум 700 ГС. ГС это атака плюс защита. Вот, сначала, то есть сначала гильдия, которая хочет стать гильдией-лидером у Альянса, должна накопить очки, ходя на узлы 4-5 уровня, либо на замки. В нашем случае, с прошлой недели уже накапливали все, кто ходил с прошлой недели на вот эти осады, и кто на этой неделе еще будет ходить, суммируется, я так поняла, за всю неделю. Дальше, гильдии, которые вот эти очки копят, не знаю, они где-то фиксируются или нет, может быть, просто в уме надо считать самому, подают заявку на гильдию лидера Альянса. Выбираются две гильдии, гильдия лидер основной, ну как, левой стороны, гильдия лидер правой стороны, да. Выбираются не рандомно, а между теми, у кого больше всего очков, то есть набрала ваша гильдия дофига очков к концу, вот к моменту жеребьевки, значит вы в приоритете на, допустим, первую, да, на Закамасильвию. Вы заняли второе место, вы в приоритете за Аделиту, ну короче, вот эти топ-2 по очкам распределяются на Каму, либо Аделиту. Даже если это Альянс, то только 100 человек из этого Альянса могут принять участие в составе гильдии лидер Альянса, включая героев битвы, тоже если возьмете наемников, то они смогут туда зайти, но максимум 100 человек. Остальные 200, это добираются просто рандомно. Подать заявку на гильдию лидер Альянса можно главе гильдии с субботы 00 до воскресенья 00.10, это обязательно. За подачу заявки ты, по-моему, платишь серебро, вот 10 миллионов серебра из фонда гильдии, и если ты не станешь главой лидером, ой, гильдии лидером, то тебе эти деньги нужно будет забрать обратно, так же, как работает аукцион на Клан Холл. Вот, получается в воскресенье 00.10 результат, кто будет, да, и уже ясно, если вы идете в составе гильдии главы Альянса, то, значит, ваши участники там будут регаться, как вот эти первая сотка. Если же нет, то вы подаетесь в третий легион, и подаваться нужно в воскресенье до трех часов дня, 3.05. В 3.05 все уже должны, как бы, так сказать, быть готовыми, увидят, кто прошел, кто не прошел, потому что тут будет еще система для вот этих вот третьего легиона, система приоритета. Например, сегодня вот первая неделя, как бы все с чистого листа начинается, и определятся 200 человек, ну, 400 человек определятся в третий легион из всех желающих. Кто-то может не попасть на этой неделе вообще, но если вот эти вот, кто не попал на первой неделе, подадут заявку на вторую неделю, то они будут первые на попадание в третий легион на вторую неделю, а вот эти, которые были на первой неделе в третьем легионе, они как бы идут потом. То есть сначала идут те, кто не попал на первой неделе, а потом остальные. Вот. Если же ты, получается, не попал на первой неделе, точнее, попал на первой неделе, не попал во второй, то в первой ты опять находишься, даже если ты попал во второй, ты все равно в первой находишься опять, на третью неделю ты находишься в первую очередь. Короче, они вот так сделали, чтобы, я не совсем понимаю, они, может, так хотят справедливости какую-то, короче, я не знаю, о чем они думают, но вот они так решили решить эту проблему. Вот, за участие рандомным вот в третьем легионе тебе нужно заплатить 500 миллионов серебра, соответственно, денежки будут возвращены, если ты не пройдешь отбор, вот Канал проведения осады это, как он называется-то, господи, Аделита-1, вот, Аделита-1, то есть они убрали Хидель-2 и переименовали его на Аделиту-1, то есть он, как бы, можно уже Хидель вообще, я думаю, в сезонный Орша переделать и не морочить голову Вот, что дальше? Естественно, во время, когда ты подался, ты не можешь Альянса распустить, когда ты подался, ты не можешь Гильдию распустить, ну, там вот эти все свои ограничения, это, в принципе, мелочи, которые там сами разберетесь Частота проведения проводится один раз в две недели во время предсезона, вот, во время предсезона раз в две недели, но потом, там будет написано, когда мы будем про награды говорить, будет сказано, что каждую неделю И вот тут возникает вопрос, каждую неделю, каждую неделю или каждую неделю раз в две недели, короче, непонятно, сейчас дойдем до этого Вот, смотри, очки, полученные в результате захвата территории в субботу после подачи заявки на участие, также автоматически отображаются в общем показатели очков А, где-то это отображается, вот, все эти объявления мы знаем, смотрели, видели Когда твоя Гильдия становится главой, как бы, главной Гильдией Альянса Гильдия Лидер Альянса, боже, такое сложное словосочетание, что капец Глава Гильдии должен назначить командующего Этого командующего нужно назначить до 15.05 Если это не сделано, то автоматически командующим становится глава Гильдии У командующего свой, так сказать, функционал, поэтому важно выбрать человека, который в тактику умеет играть Должность на вот этой битве будет поделена на три категории Будет командующий, который может видеть всех своих участников фракции То есть как сагильдийцев, так и из третьего легиона То есть полностью всю карту видит И видит это в виде, я так поняла, красных точек Нам не показать А, вот, вот пушки Соответственно, игроки вот тут на карте отображаются Вот это все будет у него отображаться И, естественно, если игрок какой-то засветил красного кого-то То командующий видит, что кто-то кого-то засветил Короче, я это сравнивала, на стриме сравнивала со Старкрафтом То есть когда твой юнит куда-то прибегает, ты видишь все, что видит твой юнит И командующий может, во-первых, создавать отряды То есть он видит, что у него в участниках, допустим, есть пять шай Он эти пять шай распределяет по разным отрядам Чтобы эти шай были как бы в разных группах Чтобы многие были под бафом Он видит, что там есть, допустим, десять гигантов Он тоже их распределяет либо в отдельный отряд, который занимается спецзадачей Ну, короче, вот это вот все тоже играет как РЛ Получается, вот эти отряды он формирует сам Ты в группу вступить кому-то не можешь Как повезет, как тебя раскидают, так и повезет Может назначить троих советников для помощи в командовании То есть советники могут отдавать команды на перемещение И давать миссии отрядам третьего легиона Эти миссии, получается, ты выбираешь кому И выбираешь какое задание Задания выглядят вот так Вот Захватить светилище за десять минут Защитить Уничтожить главнокомандующего Защитить Уничтожить сорок врагов Активировать алтарь духа И я так понимаю, что если ты даешь это задание И человек, например, его не выполняет Ты видишь, хочешь отменить его Вот, ты его отменяешь И задание все равно считается выполненным Но по ходу, по ходу, ты не сможешь Там с наградами, может быть, за это задание Какое-то будут, ну, типа Какие-то будут свои заморочки Типа, если ты их не выполнил, а отменил То, может быть, какие-то будут меньше баллов даваться Или что-то такое Вот, дальше Боевая зона Это полностью все от вот этих островков И вот все, что не в тумане Но при этом можно забегать в города Однако, если ты выходишь за предел боевой зоны То есть сюда прячешься Тебе выскакивает сообщение В котором говорится, что ты вышел из боевой зоны Тебе нужно срочно вернуться обратно Если ты 10 раз покинешь поле боевой зоны На тебя накладывается штраф И получается, что вот ты отмечаешься вот таким значком Ты уже все, не участник Тебя кикают И в следующий раз ты, по-моему, не можешь подать заявку Там в течение какого-то времени Вот Поэтому бегать по карте и сейвиться, например, за пределами боевой зоны Не рекомендую Тут будут свои алтари Вот В этих алтарях это те же точки воскрешения И в этих алтарях будут стоять духи Которые, у которых можно воскресить коней Вот Вот здесь показано, что резаться Вот ты выбираешь точку для воскрешения То есть ты, например, умер И тебе говорят, что где ты хочешь воскреснуть Вот Суть вот этих узлов Как мы с вами и разбирали Есть узлы, которые дают определенные эффекты Вот атака, снижение урона Восстановление гнева Все сопротивления Макс хп Скорость передвижения Скорость атаки Меткость и уклонение Захватывать их можно только по цепочке Единственное, что нигде не указана вот эта база Первое Ее тоже нужно захватывать Или же Она у тебя всегда твоя Потому что, например, если У тебя вот эта цепочка вся захвачена Но каким-то чудесным образом С помощью хитрости, махинаций Враг захватывает вот эту башню То ты лишаешься всех бонусов И это как бы Ну типа подстава будет А так, если, например, у тебя по цепочке захвачено вот это Ты вот это лишаешь То он теряет Ну вторая твоя команда теряет, например, только вот эти две Ну точнее, вот эти две А вот эти вот остаются при нем Ну короче, такая Своеобразная схема Вот Также коней можно будет резнуть Вот тут порт Не помню, как называется Выделите порт, вы знаете его На островках, соответственно И возле луга на ван Вот этот вот по Деревне, короче, там Не помню Чаще древних мудрецов Вот В ней тоже можно будет резнуть коней еще Что касаемо Правил Главная цель Это убить вражеского капитана Который находится здесь Здесь же находится Стража Которая будет, соответственно, помогать Стража совсем не слабая То же самое здесь находится То есть захватывая вот эти башни Ты получаешь определенные эффекты И начинаешь пробираться потихонечку сюда Но, естественно, поскольку тут вот эти все узлы То так быстро ты Со своих точек не сможешь просто пробежать И, например, биться только здесь Потому что тебя убьют Тебе надо резаться здесь А тут по дороге ты обязательно кого-то встретишь Так что Такое Некоторые узлы А, вот, есть, смотри У каждой фракции будет свой скил Доп урон по монстрам Это для того, чтобы побыстрее залить Вот это У каждого вот этого святилища Будет свой босс Вначале он нейтральный Он не атакует никого И твоя задача Кто первый захватил Тот захватил Тот как бы завладел этой точкой Потом приходит, например, вторая сторона И эти боссы уже как бы становятся на твою сторону И убивают тех, кто хочет эту базу перезахватить Также, как видишь, будут пушки Можно будет поставить пушки слоны Хвача Тут еще есть огры, грифоны Сейчас я тебе покажу Вот тут вот, смотри, алтарь еще есть Он как бы нейтральный Эффект у него такой, что ты забегаешь сюда И нужно зарядить статую гневом черного духа То есть слить весь гнев сюда Кто как бы накапливает Тот захватывает эту башню У него появляется возможность Использовать древнюю колесницу Древнего тролля из слонов Перезахватить эту точку Можно будет только через 20 минут Не раньше По скиллам По тактике все понятно А, у командующего и советников Как я уже говорила Они видят абсолютно всех своих юнитов И видят соперников, которых юниты эти подсветили Командир отряда видит только свой отряд То есть вот сделали группки Поскольку там человек будет в группе И будет тот, кто командир отряда Он будет видеть свою группу И может, например, писать И ты дурачок, где ты бегаешь Или, например, там разведчик побежал Показал, подсветил И командир отряда такой раз Ага, побежали туда Ну и просто участники будут видеть Только на карте свое отображение То есть не будет такого Что кто-то пришел Попал во вторую сторону И сливает потом своим Сагильдитцам-друзяшкам В противоположной фракции Информацию по своим союзникам Такого не будет У управляющего командира Который будет интерфейс Как я тоже посмеялась А-ля Варкрафт И мне понравилось Смотри Отдать приказ Командующий выбирает нужный объект И отдает приказ третьему легиону Или же Выбор области Альт-ЛКМ Выбор всех союзников Находящихся в указанной области И после выбора Нажать ПКМ И для всех Автопуть проложится Напоминает вам это что-то, да? Также будет скилл еще такой Смотри, переброс сил Расширение обзора То есть расширение обзора Ты тыкаешь в какую-то темную точку И видишь, есть там кто нет Переброс сил Это ты быстренько, мгновенно Перемещаешь отряд Чтобы он, например, там в тыл зашел Мощная атака Ты в святилище определенное Призываешь грифона Либо карка В зависимости от твоего сайда Который дает какой-то массовый скилл Призыв окра Тоже Ты его призываешь Он Уничтожение стража Светилище Он пропадает Или может быть Там через какое-то время Если он задефал это святилище Блокировка обзора Это своим оппонентам Закрыть обзор На данной точке Ну и Заледеневший страж Это для того, чтобы В указанном месте Кинуть заморозку НПС Которых Ну, типа Твой командир И его охрана Если там кто-то сейчас дерется Ты кидаешь на целую минуту Заморозку Соответственно Их не могут дамажить И более того Они восстанавливают Еще 20% хп Вот Миссии я уже рассказала Интерфейс Там все просто Вот Доступно 5 видов орудий Слон, колесница Баллиста, пушка Которые появляются В определенных местах Сразу после начала войны Воскрешение Вот Я уже рассказывала Краем зацепила Что на этих точках Если она принадлежит Твоей стороне Ты можешь Реснуться То есть выбрать Где тебе Реснуться Для там Тактических Каких-то маневров И Будет два варианта Воскрешения Либо через 30 секунд После смерти Но 20% от хп Либо 45 секунд После смерти И 100% от хп Что еще полезного Награды Награды Я так поняла Предсезонные Не важно Ты состоишь В гильдии Лидере Фракции Либо в третьем легионе Награды будут одинаковые За победу Получаешь 3 миллиарда За нейтрал Получаешь 2 миллиарда За поражение Полтора миллиарда Вот это Я так поняла Награды Которые будут Когда будет уже Основная Основной сезон Потому что Тут написано Что Проводимая Каждую неделю То есть Если Так Раз в две недели То вот это Каждую неделю И тут уже Гильдия лидер Получает больше В два раза Чем третий легион В зависимости От победы Освобождения Либо поражения Напомню Что в битва Рост будет проходить В воскресенье И Собственно Блин Хотела еще что-то сказать И забыла Гильдия лидер Победы Награды Блин Хотела что-то сказать Отвлеклась Думаю Сейчас вот это забуду Скажу первым делом И потом забыла второе Ладно Вот В новом меню Естественно Есть Интерфейс Можно посмотреть И вот смотри В воскресенье С пяти до семи Проходят Теперь Вот эти вот битвы Будут проходить Пока раз в две недели А потом каждую неделю И В связи с этим Перенесли осады нодов Которые будут проходить В воскресенье Их поставили с двадцати То есть После битвы Рост У тебя будет час На подготовку к осадам нодов Плюс Перенесли Боссов мировых Которые респятся В этот период На двенадцать часов Там я тоже сейчас покажу А вот Никнеймы твои Отображаться не будут Будет отображаться Фамилия только Статус твой В какой ты фракции Находишься В отделите Либо в комосильве И Соответственно Титул В зависимости от киллов Которые ты сделал То есть базовый ранг Тридцать пятьдесят Или сто убийств Вот Что еще важно знать Что еще важно знать По поводу видоса По этому контенту Не знаю Хотели мы сделать По лиге гильдии Еще Видос Но там Что-то такое Все неинтересное Получилось Что-то снимать То нечего Поэтому 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 Может быть и поэтому Мы не будем Видос делать Не знаю Посмотрим От Нитрича Зависит Как он походит Сюда И какое У него будет Впечатление Есть еще Статус Специальный корреспондент Это для Контентмейкеров Которые там Состоят в списках Они могут Я так поняла Статистику смотреть Смотреть Какие скиллы Были использованы Смотреть Статус ХП Всех этих Боссов Но единственное Что типа Если будет Злоупотреблять Ими То есть Сливать информацию Нужной для тебя Стороны То Как бы Лишат Этого титула Так что Не злоупотребляйте Все Вроде бы С битвой рос Мы разобрались Все рассказала Все важное Что надо было То все показала Теперь Лига гильдий Контент доработали До того Что Во-первых Теперь Между группами Точнее Будет больше групп Вот По очкам Противник будет Подбираться В первую очередь По твоей группе То есть Вот у тебя есть группа Ты состоишь В этой группе И тебе в первую очередь Будет противник Подбираться отсюда Если же не нашлось То Из остатков В верхней Либо нижней Группы И дальше Так по убыванию Убрали Мост Ольстера Вот только на той неделе Добавили Уже убрали И Лирию убрали Тоже Видимо неудобная Все-таки карта И добавили Вот такую открытую карту Конечно Не знаю Открытая карта По-моему Самая бестолковая карта То есть там Ни маневров Нельзя сделать Ни регруппов Ни засейвиться Ни убежать Измене очков В зависимости от победы Тоже смотри При победе 30 очков Оставили При поражении Больше очков Списывается Ну и в зависимости от того В какой группе Ты находишься Если ты не участвуешь В Лиге Гильдии То штрафы Накладываются Списываются очки 28 числа Как видишь Они сегодня Отключили ее Сбросили полностью Весь рейтинг И дальше Уже вроде бы Как они обещают Что не будут Пока сбрасывать Только когда Ну там Что-то решат Надумают Они объявят Об этом обязательно отдельно Объединение всех Печати из боссов Вот печать боссов Застывшие кристаллы боссов Концентрированная энергия боссов И печати для заточки Через джетину Все что у вас было На аккаунте На всех ваших складах Персонажах Везде где вы это все хранили Все это изъяли И вот такую новую печать Положили в склад Хиделя Хидель Рецепты То куда применялись Эти печати Кристаллы И все остальное Остались прежними То есть надо было Вот таких вот Карандовских Печатей босса Для крагдалора Там 200 штук Их 200 осталось Просто теперь тебе Не надо пить каранду Ты можешь ходить На того же нубера Или кто там С кого еще Ну короче Кого вам нравится И с него собирать Вот эти печати И использовать Для шмота Крагдалора То же самое Застывший кристалл Для квестов По джетине Тоже Можно теперь использовать С любого босса Не обязательно с того Которого ты делаешь И концентрированная энергия Теперь при расплавке Шмота Будет даваться Одна Также вот эти точки Если у тебя были То их объединили В один тип На броню И на оружие Ну или теперь Ты когда будешь делать Ты будешь Соответственно делать Уже вот эту Зелененькую печать Все ищи в складе Все это есть Все есть На огороде Теперь когда ты Ловишь вредителей Или подрезаешь Подбеги Можно получить Светло-розовый лепесток Одну-две штучки Больше нельзя Получить конишель И если ты получаешь Личинку Ты получаешь В полтора раза Больше опыта За эту личинку Изменили дизайн Предмета Памятные серьги 3-3-3 Это у нас Купончик буквально Сегодня вечером Закончится Не знаю Успеешь ты или нет Активировать Вот Кзарканубер С 6 Перенесли На 12 Шанс появления Имперской лошади Увеличили Если ты Двух коней Тридцатого уровня Скрещиваешь То в два раза Шанс Если ты Меньше ранг Ну меньше уровня У папы мамы То будет В 1,6 раз Увеличили шанс Вот Тут нам просто Продублировали информацию Кто такой Этот имперский Скакон Вот И битва за узлы Это то что я уже Тоже озвучила Автоперенос Имеющийся предметов На все склады Подходишь к складу Давай сейчас подойдем Вместе с тобой Быстренько И если у нас Есть сейчас Автоперенос Ну был точнее До сегодняшнего дня Просто в склад Ты нажимаешь Кнопочку И все предметы Которые совпадают Между тобой Между твоей сумкой И Складом Ты нажимаешь На текущий склад И полностью Все предметы Которые дублируются Выгружаются А еще Вот На все склады И Я сейчас Нажимать не буду Но Вот например Если где-то Лежит перо Перевоплощения То оно уйдет В тот город В который Оно ушло Вот И историю склада Ты сможешь Отслеживать По этой кнопке Там например Вот ты нажмешь Да Оно куда-то улетит И ты такой Ой А куда оно улетело Открываешь историю склада Такое Ага Хорошо В грану Заходишь Потом вот тут Вот в грану И отсюда Забираешь Нужный тебе предмет То есть В принципе В принципе Они как бы Облегчили Ты можешь В настройках Например Исключить Корм для питомцев Предметы Для восстановления Сил рабочего Зелья Блюда То есть Чтобы это не Раскидывалось По складам И добавить еще 10 предметов Которые ты не хочешь Чтобы они улетали В склад Другого города Вот Вот эта история Которую я уже сказала И новая система Подачи жалобы Значит Вот в чате Например Человечек пишет Вот Нарушение чата Тут пишется Сообщение Дублируется На которое Ты жалуешься Тут ты можешь Объяснить причину Почему ты на него Жалуешься И когда ты Подаешь Эту заявочку Я так понимаю Формируется Формируется Какой-то файл И тебе нужно Все-таки В поддержку Хотя нет Жалобы Собираются Автоматически И смотри Собирается Не только информация Сообщение Человека На которого Ты жалуешься А еще проверяются Твои Чтобы не было Ситуации Когда ты Спровоцировал Человек Психанул Сказал тебе Грубость А ты такой Типа Ой он меня обижает Ни за что Ни про что Я белый Пушистый Но нет Теперь будет видно Белый ты Или какой Так Переименование Канала Это я уже сказала Из ошибки Ничего интересного Теперь контент Корейский То же самое Сделали Что в магазине Все вот это Вот у нас Так сделали Правки Лиг Гильдии Правки Войны Рост Все это у нас Тоже сделали Упростили Задание Энциклопедия Дэви Бартели Дневник Глашата Дневник Глашата Увеличили минуты Время за которые Нужно доехать Энциклопедия Дэви сократили Количество предметов Которые нужны Для закрытия Дневничка Выполнения Когда к нам Это довезут Я обязательно Гайды поправлю Потому что Ну чтобы на будущее Было так Гильдийные навыки И предметы Клятва крови Теперь стала весить Еще меньше И например Вот эти вот Скиллы Вот эти вот Скиллы На которые требуется Сейчас у нас Союз крови Это то что мы Получаем С Как ее С буровой установки Вот В Корее сделали так Что теперь Оно обычной Кровью активируется Действует Два часа Ой Четыре часа Нет Подожди Время восстановления Четыре часа Продолжительность Два часа Требует Требует Две тысячи Клятвы крови Вот И еще Смотри Добавлено Восемь навыков Позволяющих Расширить Склады Склада Гильдии Вот И собственно Вот все Что еще Что еще Что еще Что еще Из полезного Кровь Теперь будет выглядеть Вот как у нас сейчас Кровь Крови Да Хрена И все Они выглядят По разному Они сделают так Что если Кровь Внутри Группы Которая Друг дружку Заменяет Они будут выглядеть Как одинаковая Бутылочка Больше не будет Там вот Даже видишь Волка и хорька Они разного цвета Или вот эти Две бутылочки Вроде похожи А вроде бы и нет И они теперь Будут абсолютно Как бы Вот Так баночка Это значит Там кровь Волка Свиньи Гоблина Там еще кого-то Они будут выглядеть Одинаково Чтобы было понятно Что их можно Автозаменять Споты С монстрами Смотри Что сделали Во-первых Я так поняла Максимальную атаку Которая После которой Идет бонус Более высокий урон Короче Вот это вот Кап атаки Изменили Перевод Спотов Соответственно Понимаешь Да Он под такой Свободный Но по крайней мере Вот поменяли Можно посмотреть Если хочешь Либо дождаться К нам И основные споты Тоже Тут смотри Кентавры Шериханы Рудник Ланорос Маншару Дикие овощи Шульцгвардия Лукнован Лесполе Короче Вот это все Видишь Атаку Везде Поснижали Вот А также Добавили Я так поняла Информацию По информацию О том Ты Текущем Героя На котором Находишься По атаке И защите Проходишь Или не Проходишь То есть Есть у тебя Перебор Есть у тебя Недобор Как работает Твой гир На данном споте Будут Теперь такие Подсказки В игре И В общем То Все Пожалуй Из интересного Да Из интересного Больше ничего Ну вот Сундуки Которые В стране Утро Вот эти Ящики Для дневника Они вроде Как будут А ну вот Показала Они будут Вот так Подсвечиваться Наконец-то А то это Я как вспомню Как вспомню Как я их проходила Эти дневники Боже Думала С ума Сойду Вот так Они теперь Будут Выглядеть Так что Проблем С этим У вас Больше не будет Ну что ж Спасибо за просмотр Кто досмотрел До конца Спасибо за Комментарии Лайки Подписочки Удачного всем Фарма Заточки Как всегда Задавайте вопросы В комментариях Если что-то Непонятно По обновлению Либо в принципе По игре Какие-то вопросы Есть Также подписывайтесь На бусти Там у нас Полезные статьи Выходят Как в бесплатном Доступе Так и в платном Для бустеров Поощрительные Там разные тесты В процессе Пока мы снимаем видос Либо там Что-то замеряем Бустеры узнают Заранее Эту информацию И 8 марта Будет у нас Какой-нибудь Тематический стрим Какой конкретно Мы еще не придумали Но 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 Приходите Что-то будет Что-то придумаем Обязательно Всем хорошего дня До связи До встречи В следующих видео Пока Пока